внутренний мир человека вот человек живет его внутренний мир отражается в его доме порядке в доме отношениях в доме семейных отношениях там и так далее то есть всем тем что человек считает что точно так же и другие люди видят его реальность что он в общей реальности живет в объективной а на самом деле он живет в своей реальности эта реальность ограничена тем что он видит вокруг себя вот этим пространством но это отражение его внутреннего мира и поэтому когда человек заболевает вот этот вот внутренний мир и если он остается прежним ничего не меняется и тут правильный заход когда говорят там забрать больницу сменить среду обитания в больницу же человек ведет себя по-другому но он попадает в те декорации в ту среду обитания или там уехать в санаторий он попадает в те декорации в ту среду обитания да поэтому движение и у психики уже будут потому что сменились внешние декорации но суть ведь в том чтобы у человека не просто декорации сменились а чтобы человек изменился стал другим чтоб человек изменился и вот теперь давай поговорим на тему как меняются люди наш опыт работы человек берет делать практике дело дело делает практика практика зеркала практика там как и изменился проявился легализация чувств и так далее а действительно ли меняются люди когда делают эти практики нет мало того человек берясь за эту практику он не совсем понимает ее суть практики он это больше воспринимает мы сказали так делать так надо сказали делать вот именно вот толчок это вот так надо так сказали да а суть не словлено суть для чего он это делает он это и поэтому он практику делает как бы для себя да но у него понять, глубже практику он делает для тех, кто сказал. То есть фактически на сегодняшний день большинство людей, хотя сегодня уже много тех, кто делает нормально, большинство людей, особенно кто начинает, они делают практики для нас. Для нас. И они же потом и пишут. У меня такой вот вопрос, такая ситуация. Я все практики сделал. Зеркало я делал или делаю? То есть сразу оправдываются тем, что практики я делаю. Суть. Сразу вот в этой фразе понятно. Человек не знает суть практики. Суть изменится. Суть по-другому начать смотреть на мир. Чувствовать мир по-другому. Чувствовать мир по-другому. Суть стать самим собой. Суть вернуться к себе настоящему. То же зеркало, оно тебе просто помогает. Помогает за счет чего? Ты сказал, что я люблю себя, а ты по факту в зеркало. А по факту ты себя не любишь. И ты тут же во внешнем мире увидишь истории, где люди начнут тебе выражать свое недовольство, свою нелюбовь к тебе. Но ведь по факту это же тебе мир, твой мир показывает, что ты себя не любишь. А человек же эти вещи не связывает, как правило. Или там, я ценю себя, а тебя раз, обесценили, обесценили, обесценили. На ценность моментом проверить. Моментально проверка прилетает, это в течение суток прилетает. И человек эти вещи не связывает. И поэтому, когда человек, не понимая сути практик, подходит к зеркалу и говорит, я ненавижу себя, я понимаю, каким придурочным надо быть, чтобы сейчас себе же в спину выстрелить, да, и потом проживать моменты, где тебя ненавидят. Да. Зачем тебе это? Но при этом человек, ну вот как я чувствую, человек, который произносит в зеркале, в зеркало себе, я ненавижу себя, да, этот человек считает, что он в этот момент искренен, а не осознает, что в этот момент в нем злость, и эта злость проявится из внешнего мира. И она из внешнего зайдет, да. Ударит сильно, ударит. Видишь, люди получаются... Поэтому я говорю, что суть не словлена. Суть не словлена. А суть не словлена, видишь, как людей никто, во-первых, с детства не учил выделять суть. Никогда, да. Вообще нету привычки задаваться вопросом, а суть в чем? А смысл какой? Да? Нету этого. Как нас учат в школе сочинение писать? Десять страниц, да? А ведь если ты суть написал, тебе и одной страницы достаточно. Да. Так то же самое. Налей воды называется. Точно так же. Перескажи, какая мысль была у Ивана Петровича, а что думала Марья Ивановна, а что думал еще Николай Владимирович, а что на повестке дня, на выходе. Какая разница, что они думали? Суть истории в чем? В чем? И какие выводы? Какие выводы? Какие, да, вынести отсюда можно для себя опыт? А учат в воде? В воде учат, вообще на воде построена вся наука. Ведь на самом деле, даже возьми, дипломные работы, по практикам работы, отчеты, как пишутся в науке, да? Я предполагаю, что точно так же пишутся и кандидатские. Я тоже предполагаю. Когда сразу идет куча воды. Даже не сомневаюсь. Потом куча значимых персон, которые уже авторитетны. Потом какая-то мысль, не факт, что она правдива. И потом список использованной литературы и так далее. То есть вот вся эта цепочка, цепочка лжи, цепочка воды, цепочка мутной воды, замечу, очень мутной воды. И сама идея, сама суть открытия, она растворяется, она замывается. В мутной воде она исчезает. И человек ее не видит. На самом деле диссертация должна быть одна страница, как у Эйнштейна, одна страница, перевернувшая весь мир. Вот. Приведу пример в школе у дочки. Значит, русская литература, я не помню, какой там повесть или что там, или книга, учитель спрашивает, какого цвета были стены, кто чихнул. То есть и дети возмущаются, и они не хотят, и не хотят тогда и читать, и даже у них возмущение идет, да. А учитель, что таким вопросом он хочет узнать? Учитель от чего отходит? От лжи. то есть учитель лжет сам в жизни, и поэтому он хочет выловить ложь, что вы не читали, поэтому скажите, какие стены. Представляешь, на что акцент? Извернись, смотри, вот извернись, но это же учитель, живет так. Да, и видит отражение. Чем мутная вода отличается от чистой воды? Вот, кстати, и нам вопросы. Почему вот в вас мы отражаемся в зеркале, так не отражаемся? И когда мы отражаемся в зеркале, когда мы не отражаемся? Если ты подойдешь вот просто к грязной воде, грязной болотной воде, мутной такой, что ты увидишь? Ты увидишь только свое отражение. Больше ты ничего не увидишь. Ты увидишь чисто свое отражение. Если ты подходишь к родниковой воде и смотришься в нее, то ты увидишь свое, Красивое, чистое отражение. Да. Всю красоту. Но если ты захочешь углубиться, то ты откроешь те камешки, что лежат на дне ручья. Начнешь красотой вот этой, да? Ты увидишь красоту. Красоту не только свою, но и других людей. Других камешков, которые отражаются там же. Поэтому, когда человек не видит в другом человеке красоты, не видит в другом человеке света, это про полную муть. Когда он на него выносит ответственность, он виноват, он то, он то, он то. А люди сейчас... Ты знаешь, я когда наблюдаю вообще за всем, что происходит сейчас в мире, эта онкология, она очень быстро развивается. И люди конкретно разрывают связи, как связи между органами рвутся, да? Уже не просто между клетками, а между органами. Когда уже начинают отказывать почки и печень и уничтожать друг друга. То есть люди принимают решения на зло другому. Я там веду какую-то санкцию, я еще что-то сделаю, чтобы тебе было плохо, а мне будет хорошо. А при этом сам себе стреляет по ногам и по рукам. Мы единый. Это единый организм. Единый. И это правая рука бьет левую руку. Там печень решила быть главной. Почка отделится тоже. Решила выделиться в самостоятельное государство. Все. Если это пошло, да? Но если мы единое, вот единое, единое мы сесть. Вообще единый организм, единое сознание. И если такое, то что будет? Все, гибель наступает. Да, организм гибнет. Сам себя рушит. Организм сам себя съедает. Когда? На злости. Как змея съедающая себя за хвост. Когда именно, вот, вот. Я сейчас смотрю, как с производствами, да? Те, кто вводил санкции, сейчас их же производство останавливается. Сами себя съели за хвост. Мия откусила себе хвост. Да, плюнули свой собственный колодец. Мы всегда об этом говорили. Да? А заметь, о благодарности-то не звучит. О благодарности-то не звучит. И даже в практике зеркала, заметь, люди приходят к благодарности самому себе в самую последнюю очередь. Слова «я благодарю себя» звучат уже, когда у человека нету больше слов. А до этого «люблю себя», «принимаю», «ценю». То есть будут вылетать отношения и деньги. Все, что болит. Здоровье. Все, что болит, то и будет лететь. Но вот этой благодарности, ее к себе, ее просто нет. То же самое мы можем наблюдать и в нашем обществе. Этой благодарности просто нет. И ты знаешь, хотя на самом деле, вот если присмотреться, можно найти благодарность ко всему. Абсолютно ко всему. Я даже тебе больше скажу. Вот я когда думала за себя, у меня очень легко находятся слова благодарности. Мы живем в Беларуси. У меня очень много находится слов благодарности к людям в Беларуси. К окружающим людям, в магазинах к людям благодарность. К тем людям, которые заботятся, чтобы в магазине было все на полках. К ним благодарность. К тем людям, которые заботятся о том, чтобы было комфортно ездить, чтобы было чисто, чтобы мусор был убран, чтобы коммунальные службы все работали. Благодарность великая. К тем людям. И так можно по ярусам подниматься. Благодарности очень много. И дойти вот сегодня, например, я искренне благодарна тем людям, которые позаботились, и мои дети не участвуют и не служат во всех этих событиях, которые происходят. Потому что в Беларуси мир и покой сегодня. Я благодарна этим людям. Я благодарна тем людям, которые вчера предотвратили катастрофу на Чернобыльской станции, подав электроэнергию, замечу, с Беларуси. Опять-таки. Это же не просто заявление, там, Европа спасет. Реально бахнул бы реактор, если это правда. Но я предполагаю, что это правда. А с Беларуси подана электроэнергия, чтобы спасти это все. Опять-таки, устраивая мирные все эти переговоры. Это же все идет за счет Беларуси. И за счет тех людей, которые здесь работают. Им никогда не звучала благодарность. А реально, вот любой белорус сегодня может просто сесть и трезво подумать, блин, я же никогда не говорил этим людям спасибо. Просто тупо не говорил спасибо. А может быть, если я скажу сегодня спасибо и увижу в их действиях разум, может быть, эта история завершится. И я не буду беспокоиться и о своих детях, и о своих деньгах, и о своих магазинах, и о своей недвижимости, еще о чем-то там. О чем люди беспокоятся. Потому что это же все игры, чужие игры. Но они идут, потому что трясет весь организм. Потому что весь организм болен. Но у нас же в школе не учат учить. Нету предмета благодарность в принципе. Есть физика, математика, есть русский язык, есть история, есть... Я историю КПСС даже изучала. Но слушайте, но предмета благодарность у нас нет. Нету предмета благодарности. И слово «благодарю». Благо дарю. Я дарю благо человеку. Благо, да. Благо дарю, да. А смотри, как оно заменено. Спаси, Бог. Спасибо. Спаси, Бог. Бог спаси. Подожди. Так ты благо даришь, или Бог тебя спаси? Определись. Ты определись. Смысловая нагрузка разная. Если тебя Бог спаси, то тогда поговорим о религии. И ты знаешь, наверное, самое сложное мне найти слова благодарности к религии. Но при этом они есть. Нет, они есть. Да, есть. Они осознанно есть. Даже если подбирать слова... Они сильно искажены, но есть. Да. Даже если подбирать слова благодарности к религии, то изначально, изначально учение это планировалось верное. Да. И направление движения сознания было верное. Просто информация очень сильно искажена. Просто она очень сильно переврана. И она очень сильно... Я не знаю, как это культурно сказать, но как маскарад на этом фоне сделан. Но я имею в виду внешнее обставление. Как мужчины эти одеваются, какую одежду носят, какие они ритуалы делают, вообще что они... Костюмное представление. Это шоу. Это превратилось в шоу-кардебалет. А на самом деле, ведь, по сути, оно было верным учением. Если развернуться к Библии, то там очень много... В самом начале. В самом начале, да. Изначально. И тогда есть слова благодарности к тому человеку, который это дело пытался донести до людей. Как мог. Как мог. Вопрос, как его услышали? Как зеркало услышало? Это, знаешь, опять-таки вернусь к школам. Это точно так же и преподавание в школах учителей. Вопрос, как услышали, да. Ведь изначально учитель детям дает знания. И это действительно правильно. Это очень хорошо развивать ребенка. Но когда это начинается не из любви, а из надо. Ну вот я решил стать учителем, да. Ну потому что надо. Или там, ну вот, ну я это не люблю, но надо. То тогда начинается и еще. И когда у человека в этот момент эго шалящее очень сильно, да. И начинается что? Ему нравится быть над. То есть он начинает чувствовать себя, ой, я здесь руководитель, я власти. И начинает над детьми вот именно реализовывать самого себя в плане чувствовать себя значимым, высшим. Все. Все, пошел косяк. Точно так же и здесь, в религии. Один в один. Получается, вышибает две вещи. Из разума вышибает человека две вещи. Из равновесия. В разуме баланс, в разуме равновесие. Вышибает две вещи. Первая – это власть, а вторая – это служение. То есть это две крайности. Третья платформа. Третья платформа в психике. Самые большие качели – власть и служение. И как только человек заваливается, хотя бы один шаг делает на качели, все, вторая часть полетели на крыльях, раскачивается, система нестабильна. И в гармонию ее можно привести только через балансировку. А как ни странно, балансировка идет к чему? Злости в человеке. Именно злости. Потому что злость – это та силовая подоснова в психике человека. Можно назвать злостью, можно назвать агрессией. Но это вот та, как я приводила на стриме, например, когда-то вода в пакетике. Вот куда она перетекает, там и дисбаланс будет, и все, полет будет. Вот злость нельзя, нельзя ее никак утилизировать, убрать, вылить. Ее можно только осознать. Осознать. И поблагодарить. Поблагодарить. И создать из них. То есть ресурс получается. Ведь это на самом деле все ресурсы. Это все ресурсы. Силовой ресурс человека. Осознать, выровнять. И на почве вот этой уже выровненной создать. То есть вот на этом ресурсе уже. А он, получается, не осознается. И практик для осознавания просто вот этих примитивных, того же зеркала и так далее, мало. Мало. Ту же злость осознать, это кусок работы. Осознал злость, за злостью полезет. Лень, ложь в комплексе. А потом как жадность вылазит, а потом гордыня как вылазит. Это же все куски на проработку. И здесь очень большие блоки осознавания. И осознать через практику невозможно через практику осознать. То есть ты через практику открываешь канал, но это же тысячи озарений. Их можно прочесть в книге, тогда ты поймешь. Но при этом они же не случились, они же не из тебя вышли. Ты их с внешнего взял. То есть, значит, эффект будет не такой рабочий, как если бы ты это осознал и не из тебя вышли. А вот чтобы с тебя вышли, это получается надо управлять своими состояниями сознания. А это уже только наши курсы. Потому что до нас этого никто не выдал в открытый доступ. Более того, об этом говорили великие мудрецы, великие мужи, направляли, подменяли и так далее. И я их понимаю, когда, если почитать, как общались те же самые суфи со своими учениками, сейчас общаются точно так же, приходит к ним человек и задает какой-то вопрос. Они слушают вопрос, что-то там брякнули, иди, иди, до тебя дойдет, иди, иди. И старались убрать этого человека из своей жизни. То есть держали на дистанции. Либо самых приближенных оставляли, но уже какие-то мудрости для сознания им подкидывали, для того, чтобы у них работал разум, чтобы включился разум. А я сперва не понимала, почему такая система, почему десятилетиями люди проходили это все. А сейчас понимаю. А как по-другому? Когда ты вот человеку подкидываешь, говоришь, это, 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 а человек сразу отбивает, это не про меня. Значит, иди и подумай. Через 10 лет увидишь, что это про тебя, а через 20 увидишь глубину сказанного и скажешь спасибо. Но тебе понадобилось 20 лет, чтобы это услышать. Да. А ты, да? А у тебя была возможность 20 лет назад. 20 лет назад услышать и сделать то, что тебе сказали. Всего лишь для этого надо было не отталкивать, это все ваше там, или это все ерунда, а почувствовать. А почувствовать. И тогда, вот смотри, наша работа с аутизмом. Я все время оглядываюсь, как мы начинали, да, и как мы сейчас работаем. И я понимаю, что сейчас мы работаем правильно. Но мы сейчас даем возможность людям самим осознать и дойти до того, что мы тогда просто тупо заставляли принимать людей. А сейчас сам. Сам проделай путь и сделай. Дойди. Вот у тебя книги, ты можешь почитать, дойти. Вот у тебя чат, он реально помогает. На вопросы на твои все отвечаем. Главное, ради этот вопрос. Угу. Угу. Смотри, у новых мам есть вопрос? Угу. Спрятались. Спрятались, сидят, и думают, что они изменятся, что кто-то за них сделает. Нифига. Никто не сделает. Через 20 лет дойдет, что ты профукал свой шанс. Да. И вот так, когда смотришь, либо человек довольствуется малым. Вот тоже такой момент. О, осознанно включилось, все уже разовьется, уже будет хорошо. Или там речь первая пошла, ой, уже все будет хорошо, уже достаточно. Уже можно не уделять внимания, уже можно не меняться. А уже с этого паровоза слезть нельзя. Уже, значит, будет что-то другое на это место, другая боль, которая заставит тебя измениться. Все равно заставит измениться. Она заставит двигаться все равно тебя. Заставит двигаться. Потому что либо падает, Второй раз ты не осознаешь, значит, будет третий раз. Это каждый раз будет усиливаться, потому что накопление идет. Накопление идет. Самое главное, что есть все для развития. Абсолютно все. Есть книги, есть весь путь, есть консультации. Без консультации, я сегодня понимаю, что без консультации пройти выход из аутизма невозможно. Просто невозможно. То есть будут улучшения, будут изменения, будет значительно лучше, чем могло бы быть, но выйти нет. Потому что это более глубинные психические процессы, с которыми мы работаем, это то, что убирает из человека автоматизм. То есть если у тебя есть готовый сценарий, и он прописан, то пока ты его не сотрешь, ты будешь идти по этому сценарию. А сегодня в мире нет людей, которые могут повторить то, что мы делаем. И более того, большинство людей считает это сумасшествием, и недоказанностью, и счетом какими-то. Но это есть, это есть и имеет практические результаты. Хотя бы даже, да, вот хотя бы наши книги, да, именно книги. Человек начинает читать, когда, вот, кстати, если не по порядку человек читает, берет книгу, а как-то где-то, ну, берет там третью или четвертую книгу, да, у него наступает в какой-то момент такой ступор. О чем здесь? А когда, и вот если этот человек, ну, возможно, вполне возможно, что вот так могут купить, допустим, какую-то книгу нашу одну, вырванную, да, и начать читать, и ступор, и отложили, да. А вот когда человек задает вопрос, я не понял, о чем это, и говоришь ему, а ты с первой начни, то тогда начинается взахлеб чтение. И человек постепенно начинает, именно как хватается за ниточку, да, и идет по этой ниточке. На самом деле это так, потому что сама сталкивалась с тем, что человек, вот, вырванный из контекста, если он берет информацию, начал читать там, ой, я сразу знания начну, книга инфодоима знаний, и там будет все. А знаешь, зачем мне те книги? Откуда эта привычка? Это привычка из американского подхода. Там же одна мысль на всю книгу размазана, да, ну, или три мысли там на всю книгу. И они с разных сторон обсасываются, обсасываются разными историями. Ну, знаешь, конфетка одна, а вокруг куча-куча-куча фантиков, бумажек. И вот в огромном количестве фантиков упакована одна конфетка. Так вот, в наших книгах, получается, фантиков нету, одни конфетки. И они галышики. И ты просто, пока ты книжку читаешь, ты уже обжираешься этими галышиками. Их очень много. И получается, что вот это восприятие, когда я возьму там знания, и в ней будет вся информация. И мне не надо другие книги. И мне не надо другие книги. Она, вот это губительный подход американский, он мешает людям двигаться. Потому что, если вырвать из контекста, как недавно мой муж сказал, говорит, да, мой муж сказал недавно, говорит, он прочитал главу из парадоксального восприятия и говорит, вы пишете как Блаватская. Я говорю, как ты можешь сравнивать у Блаватской, там вот в написанном нету сути. Нету вот того, что здесь есть. Здесь суть, 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 суть. И здесь каждая глава это глубокая суть. А для него, видишь, он читает нас и это как иностранный язык. Как иностранный язык, потому что парадоксальное восприятие это иностранный язык. Да. А потому что до парадоксального есть много книг. Которые тебе учили азбуки. Этому языку, да. И учили читать на этом языке. И фактически, сейчас, когда парадоксальное восприятие мы уже заканчиваем, я понимаю, что если человек начнет с парадоксального восприятия, у него вывернется мозг И он ни хрена не поймет Мало того, вот я опять-таки скажу Он может отложить книгу А это о чем говорит? Остановилось время Его время, он завис Завис И отстает А когда отстает, его сносит Его сносит в циклическую ошибку Это значит, есть причины для зависания Для невосприятия Как фильтр Работает как фильтр А на самом деле, вот смотри Мы же с тобой уже сколько раз замечали Как люди живут, как человек живет Он опирается на опыт Вот какая-то случается в жизни ситуация Что человек говорит? Ой, это все Это я уже знаю К чему это приводит Это вот тогда, было тогда Поэтому Ничего хорошего не будет Оно будет вот так И он начинает уже готовить Готовится ползти на кладбище Правильно? Грубо говоря Его сознание создающее Оно уже создало себе Оно даже не позволило себе Тот опыт Для себя взять Как опыт Как для толчка вперед Нет Человек сразу Как в циклическую ошибку Пум Я уже знаю Как это будет И он Как это будет Он создает Тоже самое Тоже ситуацию Но только Немножко в других декорациях И заново проживает И вот так Каждый раз так Тыц Живет, живет Тыц Заела пластинку Ведь опыт Действительно На опыте Опыт существует Для чего? Для того Чтобы ты вынес Урок И на этом уроке Построил новое Но это же Строить надо Лень И так Пум Я знаю Как это будет Я ж никто Как Бог решит Так будет А ведь по факту Когда он смотрит В опыт Он смотрит В прошлое Конечно Держится за прошлое Цепляется за него И уже Изначально На опыте Прошлое Он создал себе Смерть Он создал себе Кладбище Он создал себе Весь процесс Старения Умирания Он создал себе Своё будущее Только оно там В прошлом Только оно За спиной Где-то И он двигается В будущее Задом Задом Именно Задом Потому что он боится Его Тут в будущем Нет ничего А там И тогда поговорим О создающем сознании Тогда создающее Сознание Если оно Развернуто Правильно Как по системе В будущее Да То сзади У него То, что Оно выделяет А если оно Развернуто К тому, что Оно выделило Лицо Ты можешь назвать Это своим опытом А ты можешь Назвать это Остатками пищеварения Отходами Отходами своими И ты по ним идёшь Но ты Потому что Ты всё равно Движешься В будущем Ты ещё Их рассматриваешь Опираешься На них Да Знаешь Та история В которой Он брал Из бизнеса Представь Что вот Ты идёшь И сзади У тебя Какашки Да Вот то Что ты В ресторане Скушал Да А тебе было Вкусно Ты думаешь О вкусной Пищи Всё Ты переварил И сзади У тебя Остались Экскременты А теперь Представь Что ты Сидишь Развернутым Лицом Вот если Ты поступаешь Принимаешь Такое решение Ты смотришь В эти Экскременты Мечтаешь О том Что ты Ешь Вкусную Пищу Из ресторана И тебе Будет Очень хорошо Но перед Тобой Когда ты Смотришь Свой опыт Своё прошлое Именно Экскременты Твои Совсем Не ресторанная Еда А для того Чтобы ты Смотрелся В ресторанную Еду Тебе Надо Развернуться В другую Сторону Найти Другой Ресторан И заказать Другую Еду А это Совсем Другой Бизнес А вот Это Ты уже Съел Переварил И отложил И не надо Сюда Больше Смотреть Ты знаешь Когда человек Вот так Просто разложил Теперь понятно О чём говорю Понятно Но для этого Надо было Просто Привязать К физиологии Когда ты Это Рассказывал На бизнес Делах Нет Ты не понимаешь В бизнесе Нет Это одно и то же Это по образу И подобию Так Но ты можешь Есть экскременты А можешь Развернуться И найти Открыть Новый ресторан И это Твой выбор Так вот По факту 99,9% Человечества Едят Свои экскременты Пардон За мой француз Такие Да Такие Потому что У них Глобально К этому Вот к этой Катастрофе Психической У людей Привели две вещи Первая Психическая способность Копирования То есть Это единственный Метод загрузки Информации У человека Кроме осознанности То есть Это ты Копируешь Из окружающего мира Дабы Приспособиться К тем Декорациям В которых Ты находишься Так развиваются Наши дети Методом Копирования С родителей Поэтому Когда мы Видим Недостойное Поведение Ребенка И кричим Что все Виноваты На самом деле С кого Скопировал Ребенок Нечего На зеркало Пенять Потому что Загрузка Информации Идет методом Копирования Это первый момент А второй момент Это то Что у человека С детского Периода Никто Не Загружал Не объяснял Не Говорил о том Что За днем Приходит ночь А за ночью Приходит следующий день За первым шагом Наступает второй шаг Да Шаг 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 У нас идет День Ночь День Ночь День Ночь Жизнь Смерть Жизнь Смерть А религия Что сделала Она оставила Одну жизнь Она убрала Она убрала Смерть Она убрала Возможности Все возможности Убрав все возможности К развитию человека К осознанному подходу Потому что Если бы человек знал Что потом будет смерть А потом будет жизнь Он бы позаботился О том Что он несет В ту жизнь Что он несет В следующий день Да В следующий день И возможно Это можно убрать сейчас И тогда Тогда уроки благодарности Уже в школе были бы Однозначно Это была бы основа основ Потому что Когда ты понимаешь, что история завершается Только через благодарность И ты не хочешь в следующем дне видеть ее И ты не хочешь уже здесь и сейчас ее видеть То ты не будешь выносить ответственность Куда-то навне Не будешь пенять на ночь Что все равно мы все умрем и все закончится Ты не будешь придумывать Вынесенных богов Ты будешь Благодарить, потому что это единственный способ Закрыть историю Но видишь, тогда бы общество было другим Общество было бы другим Не было бы Раскачанное эго Не было бы раскачанный ум Именно так А была бы гармония Гармония поток интереса В чистом и искренности В чистой искренности В чистой искренности Тогда бы акцент делался На интерес Потому что на сегодняшний день Вопрос А тебе это интересно? Родители не задают своим детям Они говорят Ой, это перспективно Это модно Это круто Это хорошо Опять-таки Вот у того это идет Очень хорошо А у того идет, да? Вот оно опять-таки Назад А ведь на самом деле У того это может идти А у этого может не идти На яблони На яблони не родятся груши Это может быть яблони А это груша И надо учитывать Что они разные Это печень Это почка А это сердце Клеточки тоже Точно так же Как государство На земном шаре Они разные Да Но при этом Это один единый организм Но это один единый организм Который наносит Сам себе вред Получается Да Сначала иммунная система А потом уже пошло разрушение Да Разрушение через злость Везде злость и агрессия И недопонимание Как привести к этому? Как привести к этому? Человек может сюда сам Либо прийти Либо не прийти И вот она Основа опять-таки Которая была Две тысячи лет назад Заложена Человек сюда Может прийти И как только Люди начали пробовать Сюда прийти Тут же нашлись те Которые решили Поуправлять этим процессом Не соображая Что они делают И поэтому появились Обрезанная Обрезанная информация Обрезанный Инкарнационный цикл Ограниченные Фантазийные добавки Опять-таки Ты знаешь Когда мы с тобой Начали исследовать Плотный мир мертвых Сперва это было Увлечением Потом это было Сумасшествием Потом это было Риском для здоровья Все вместе Когда уже все это прошел И сейчас Абсолютно Все положил Даже в структуры Писал И даже Донес до людей На курсе Ресурсы с тени Для того Чтобы это все-таки Осталось Хотя бы у тех Кто присутствовал И слушал Тогда И смог Изъять оттуда Для себя пользу Когда проходишь Осознаешь Что очень много Придуманного Придуманного Через страхи То есть Человек В силу того Что он продолжает Смотреть В то Что он выделил В свой опыт Да И считать Этот опыт важным Пользоваться Своей памятью И умом Обрабатывать Эту память Но это все У тебя за спиной Это зад И человек Не хочет смотреть Развернуться Вперед Забыть В книге Инфодайм Счастье Третья книга Где написано Хочешь быть счастливым Обруби Скажи Пошло все Начни новую жизнь С нуля Начни новую жизнь Просто Вот с каждого момента Здесь и сейчас Ты можешь начать Новую жизнь Отмахнулся от этого Идешь вперед Да Тебе прилетят Аналогичные истории К проживанию Ты в моменте Здесь и сейчас Отщелкай Как семечки И заверши Через благодарность Но это когда Ты уже осознаешь И очень много Чего прилетает Прошлое Очень часто напоминает Только позволишь Щелочку Открыть Уже все Мышки побегут Оно несется Просто мгновенно Несется в эту щелочку Только приоткрыл И все Уже мышки побежали И каждый говорит Сыграй со мной Еще со мной Еще со мной На самом же деле И в материальном мире Человек очень тяжело Расстает со своими вещами Ну точно так же Как с нажитым Непосильным трудом Один в один Да И точно так же Со своим Три магнитофона Третья линия Да Да И будет тянуть Тянуть Уже просто ввалится Но буду тянуть Жалко Уже вроде задыхается Да блин Просто Вот начни Как ты говоришь В третьей книге нашей Да пошло оно все Я хочу жить И с нуля Вот это да Да С чистого листа И поэтому Поэтому вот войны случаются Очень много людей Сейчас будут обнулены И начинать с чистого листа Для того Чтобы у них была возможность Заново Выстроить свою жизнь Отказавшись От всех обид Злости Претензий Выносоответственности И так далее Если они это осознают А если не осознают То они не используют Этот шанс И будет циклическая ошибка Потому что Даже уже Предоставление Такого шанса Это уже Циклическая ошибка Это значит Уровень не пройден Не пройден еще тогда Да Да И точно так же Смотри Точно так же В психике Люди Которые Убегают Убегают От себя Это тоже Циклическая поломка Конечно Человек бежит 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 От себя не сбежишь Никогда Это точно так же Как если ты плюешь То ты плюешь Свой собственный колодец И никаких вариантов Нет других Ты знаешь Если ты вредишь Не себе Я кому-то Однозначно Ты вредишь себе Никаких вариантов Других нет Нет вообще Ну попробуй Ты себе Вот возьми Там я не знаю Нож И отрежь ногу Да Это же не моя нога Что-то она здесь Вот у меня есть Отрежь Кому будет плохо Ты знаешь Недавно Как-то мысль промелькнула Я вообще не слежу За этими темами Но Недавно Как-то так Раз информацию Увидела И мысль промелькнула Помнишь Несколько лет назад Может года два назад Мы еще тогда Развлекались И предсказания Делали Предсказание Было Об одной Известной даме О том Что она попадет В автокатастрофу И умрет Да-да-да Так вот Самое интересное Было Тогда же В этом предсказании Было Но вообще По продолжительности жизни У нее там За 70 продолжительность жизни Да Лиже к 80 уход Но в такой Тихой Спокойной атмосфере Все Да То есть Известность ее Так и ушла И было очень интересно Вообще Как это разовьется Потому что Человек Которому попадает Такая информация В руки Он же будет стараться Сделать все Чтобы случилось иначе А не так Как предсказано Да То есть Реакция на любое Предсказание у человека Либо я принимаю Я ровненько и верю И ровненько иду По этому сценарию Либо отбиваю И делаю все Чтобы было по-другому Да Вот эта вторая часть Сделаю все Чтобы было по-другому Но при этом Избежать ДТП То не удалось Да А вторая часть умерла А я сейчас смотрю Все Как специалист Все уходит Именно Как специалист Провожаем в последний путь Да Как специалист Да Самая крутая песня Спета Самые крутые произведения Написаны Это правда Самые крутые видео Отснятые Провожаем в последний путь Вместе с отъездом Гаснет Гаснет И кстати Сейчас точно так же Очень много Гаснет людей Знаешь С чем этот процесс сравним С процессом образования Диссидентов После Ну вот где-то В 30-х годах Много людей Покидало Россию Они уезжали Хлопали дверями Бурно уезжали Обижались Манипулировали Показывали Какие они Значимые были Для России И на выходе Они остались Диссидентами И не ушли в историю В заслугах Осталось только то Что было написано В России То есть сейчас История повторяется Вообще Мы на стриме Показали История повторяется Вся на 200% Один к одному И либо Мозг Включится у людей Либо он не включится Разум Да Разум А на самом деле Есть все возможности Для включения Есть все возможности Вернуться к себе Есть все возможности Начать меняться внутри Но даже Вот книга Она уже начала Наполовину написана Да Инфодайвинг Иллюзионист Практика Да Почему добавился Слово иллюзионист Потому что Вторая часть Это про Создание иллюзий Но при этом Это практика Потому что На нее Ее захотят Приобрести Куча людей Которые будут считать Что 9 книг До этого Это бред сумасшедшего Им это не надо И они сразу Начнут магичить Я хотела сказать Вот так вот и магия Так вот Проявилась Так проявилась магия И человек Ой скажи мне Чем махнуть Я этим махну И мужчинам В этом плане Проще махать Но от этого Ничего не наступает Да Ну помахал И дальше что Поэтому все эти магии Дальше ищутся Оправдания А почему не сбылось А почему не случилось А какие там По влиянию На реальность А на самом деле Это очень большой Трансформационный путь Чтобы увидеть Свою реальность Иначе И осознать Что у тебя Есть только твоя реальность И этот путь Можно пройти С книгами Если их брать умом И с книгами И со всеми курсами Именно со всеми Если их брать Через состояние И пока они Не перевраны Не переписаны И общество Может Какое-то время На этом Сделать Большой рывок В сторону развития Да Это так Потому что потом Я уверена Пройдет лет 100, 200 300 Будет переписано Урезано Опять-таки Будет происходить На этом будут Какие-то труды Созданы Какое-то что-то Это уже искажение Будут искажения Обман Ну и плюс Будут теряться состояния Но при этом Смотри Но при этом На самом деле Полное создание Нового Новой жизни Нового направления С чистого себя Это дают наши книги Наши курсы Да То есть Создание Будущего Ну хотя бы На какое-то Там Несколько Столетий Лет Вот именно Общество Богов Действительно Искренних Чистых Открытых Которые Раскрывают Мир Создают Красоту Да В потоке Интереса И сейчас Знаешь Что заметила Мы с тобой Говорим И Так как Наше сознание Создающее Мы тоже Сейчас Совершили Ошибку Циклическую Что Создав слова Сказав слова Что Будут Перевраны Нет Я не хочу Вот с этого момента Я не хочу Так думать Я думаю о том Что будет Поток Интереса Не хочу Брать Опыт Прошлого А смотри Ты пока говорила А у меня Как ни странно Наоборот В прошлое Закинула Воспоминания Вспомни 2019 год Мы тогда Впервые Слух На аудиторию Сказали Что Мы хотим Чтобы У человечества Были отменены Все визы Если мы Земляне И мы готовимся К космическим Войнам То надо Ну Войнам Потому что Человек не может Не воевать Создаем Космическому Общению Пока Если мы Исходим Из этого Человека Из фекалий Которые Мы Имеем Перед собой Так вот Я к чему Что земляне Это одна нация Это земляне И тогда Нет виз Нет границ Есть свободное Перемещение Есть Нормальное Взаимодействие Взаимоотношения Потому что Если у вас Критическая история Критическая ситуация То китаец Не сможет Спастись на Американском Континенте Антибанально Что у него Во время Не открыта виза Вот Точно так же Как россиянин И так далее То есть Начинаются Это мелкие Распри Да Это грубо говоря Даже клетки Одного и того же Органа Разные клетки Там почек Воюют друг с другом Такого не должно быть Это Единый организм Земля И это значит Что здесь Вообще Априори Не должно быть Виз Априори Не должно быть Ограничений По перемещению Это правильный Подход И следующее Это то Что Здесь Налоги Должны быть Заменены На благодарности А это значит Как переходный Период Должны быть Где-то Созданы Офшорные Зоны Помнишь Мы закладывали Что Беларусь Должна быть Офшором В силу того Что она Находится Континентально По расположению Между Китаем Россией Европой США То есть Здесь перекрест Всех дорог Минск Это Менск Раньше назывался Это Мена Здесь обмены были И там где Мена Там деньги Значит здесь Должен находиться Кошелек Страна должна быть Одним большим Банком Это правильный Подход С точки зрения Ее функционала Она просто Так расположена В организме Да То есть Есть легкие Есть сердце Есть печень Есть почки Вот Беларусь Это кошелек Лимфоузел 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 Иллюзию Иллюзию надежности Иллюзию богатства Оно все рухнуло сейчас Ничего нет Сейчас все Будет Возрождаться Заново Вся экономика Будет строиться Заново Все будет Выстраиваться Заново Без России Без Беларуси Мир не сможет Построиться Без Украины Не сможет Построиться Это отдельные Части клеток Которые обеспечивают Весь организм Чем-то Неважно Это будет Производство Это будет Промышленность Что это будет Это один организм Это один организм И здесь Единая среда И это все Идут обмены Обмены информационные Обмены товарами Обмены жизнью И поэтому Вот для того Чтобы вообще Нет за что бороться Ты расцветай Да Расширяйся Вот смотри Если в 18 В 19 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 Может иметь Белорусы И вообще Все люди Могут без визы Выезжать из страны В страну В Евросоюз Там и так далее Это вообще Считалось Чудовищной Билибердой Ты теперь Посмотри Три года прошло А сегодня Мы говорим Это уже реально И это уже реально Если это осознать Насколько это выгодно Насколько выгодно Чтобы каждая Страна Работала так Как функционалом Предписано Всего организма Выгодно для разума Выгодно для разума А для ума Не выгодно Для ума Не выгодно Эго Качели Но зато На этом промежутке Ум и эго Очень хорошо Прокатят людей В новый виток развития Не деградации Развития Это совсем Другие производства Другие автомобили Другие возможности Я понимаю Что пойдут Другие технологии Развиваться То есть Мы будем уходить От нефти и газа И приходить больше К свободной энергии К всему тому О чем даже вслух Говорить было нельзя Потому что Ну как же Деньги-то Черное же золото Есть золото Сегодня все эти вещи Так И уходят Мир меняется Мир не будет прежним Но при этом Он развивается И уже приходили Когда-то к этому И не один раз И не один раз Я сейчас прям Сижу Слушаю Я чувствую Приходили И что происходило Это так же Это так же Как человеку Сделал консультацию Или там книги попали Или курс И человек Начав делать Или читать Он Ой что-то это Либо тяжело Либо что-то И откладывает То есть Вот она Это точно так же Приходили 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 Подходили Но нет И назад А нет Почему? Потому что Благодарности не было Потому что Да Вот только представь Вот просто в мечтах Представь Закончилась Великая Отечественная Вместо Военных Этих Дальше Наращивания Потенциала Военного Вместо Конкуренции С Америкой Вместо Карибского Кризиса Просто Начиная С 45 Запустили Благодарность Благодарность Немцам Благодарность За то Что заставили Встряхнуться И одуматься Благодарность Американцам За то Что поучаствовали Благодарность Французам Благодарность У французов Была примерно Та же история В начале войны Аналогичная По тому Как сейчас Беларусь Выступает Вот Всем благодарность 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 Вынесение уроков Да И Благодарю И завершаю Да Завершаю И завершаю И все вместе Чтобы начали Развиваться Неделя на Капитализм И социализм Неделя на Два лагеря И попытка Уравновесить Мое и мое Вот и создавая Вот эти военные Качели Мое и мое Не демонстрируя Парады и силы И заставив Все-таки Ответить тех Кто взорвал Хиросиму И Нагасаки Зачем это Было сделано Это было бы Честно Потому что Качели были С двух сторон А понесли Ответственность Только немцы И Вот Когда вот эти Вот вещи Видишь И переводишь В благодарность Все бы так Завершилось Пришлось Баланс Сбалансировалось И было бы Другое общество Было бы Но оно не наступило Ну видишь А знаешь Почему не наступило Есть так Потому что Была уничтожена Религия А наука Создала Другое крыло Потом начала Развиваться Религия И снова Полетели Вот оно Перекос Все должно Быть в балансе Должна быть Идея Одна На всех И эта идея Должна быть О самом человеке Не переворачивая Еще какая Есть тема Это когда Человек Если у человека Все хорошо В жизни Он что делает Ленится Он устанавливается Ложь и лень Сначала лень Сначала лень А потом он Начинает Прикрываться Ложьей Чтобы оправдать Свою лень И идет Деградация Парадокс Парадоксов Деградация И тогда Возникает Надо боль Чтобы Двинуться Дальше Чтобы включились Мозги Чтобы включился Человек Ну вот То есть Получается Сознание Оно засыпает В благодати Да А это о чем Говорит О том Что разум Отключается Тоже Засыпает Это говорит о том Что когда тебе интересно Ты не спишь Вот ключ Когда ты находишься В интересе В потоке Когда тебе интересно Ты не засыпаешь Когда тебе интересно Не тогда Когда у тебя все есть И я могу Ну уже мне 50 лет Я могу остановиться Ну привет смерть Привет старость Болезни Смерть Вот А когда тебе Интересен Сам процесс Жизни Интересен Искренне Ты кайфуешь Вот тогда Никогда не заснешь Ты не заснешь Просто Ты будешь кайфовать Как детки маленькие Да Это вечный двигатель Вечный Двигатель Да И тогда Вот если Если это вот услышать Да Тогда начинаешь Осознавать Для чего Болезнь в теле Для чего Первично Боль А потом Болезнь Боль Это услышал А ленивый Так А ну ничего Ну хорошо Все да И дальше пошел Продолжать Как жил Даже не обращает Внимания И потом Привет болячка Вылазит наружу Болезнь Да И уже Ты хочешь не хочешь Ты уже начинаешь Останавливаться И уделять внимание Этой болячке И лечиться Но при этом При лечении Этого Какая Войдет тема Начинаешь Ах Вот там Те-то Те-то Это вот Я потому Заболел Что вот Там То-то Да Начинается Вынос Ответственности Из себя Что там Народ Или там На еще что-то Или вот У меня Работа Такая Сложная Поэтому Я заболел Да Вместо Опять-таки Осознание Благодарности К этой болезни И почувствовать Искренне Когда началась Болезнь С чего Кто-то Внешне Тебе это Или это ты Не раз Надо взять На себя Да А здесь же Врач Виноват Плиточник Плиточник Так положила Еще кто Да Но тогда При всем при этом Ты хочешь Не хочешь Но благодаря Болезни Ты будешь Развиваться Двигаться Потому что тебе Уже будет Хотеться жить Просто хочется И поэтому Просто хочется Да Поэтому начинает Уже движение У тебя поднимается По-любому Начинается движение Ты начинаешь По-любому Свой ресурс Который ты пришел Истратить Вернее не так С тем ресурсом С которым Ты пришел Чтобы прожить В интересе Ты начинаешь Этот ресурс свой Истрачивать На лечение Болячек То есть игра Поменялась Да Видишь И отсюда Сразу Да Вот и ты И я замолчали Потому что Сразу видишь Так Раз-раз-раз Вариантов Множество Вариантов Очень много Видишь Вариантов Очень много Остановки Лжи Под остановкой Всегда лежит Ложь и лень Да Сперва лень А потом ложь Но до лени и лжи Есть еще один момент Очень интересный Но мы его сейчас Обсудим В другом подкасте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok